Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет достаточно часто приходят вопросы, касающиеся взаимоотношений с современными людьми, и в частности вопросы о милостыни. Мы постарались по возможности некоторые из ваших вопросов суммировать, и вот сегодня постараемся с Божьей помощью ответить на такие вопросы. А как определить, что моя милостыня угодно Богу? И как определить такой критерий? Ведь иногда дашь кому-то, а внутри радости не чувствуешь. И человек начинает сомневаться, думает, вот моя милостыня, мое доброе дело угодно Богу или нет? Безусловно, в Священописании еще премудрый Соломон говорит такое изречение, иногда бывают пути прямые в очах человека, а конец их заканчивается в преисподней. То есть, иными словами, нам может иногда казаться, что наши мотивы, наши поступки правильные, богоугодные, спасительные, а результат их может быть совсем другим. И вот в отношении милостыни, безусловно, это одна из самых важнейших добродетелей христианских. И не случайно многие святые отцы церкви даже называют милосердие царицей добродетелей. Этому очень много посвятил в своих проповедях этой теме святитель Иоанн Златоуст, призывая людей к милосердию. Но милосердие тоже надо творить с рассуждением. Вот обратите внимание, дорогие друзья, на такую, можно сказать, обычную житейскую ситуацию. Человек, который все имеет, дом у него полная чаша, а, например, самые близкие его люди, может быть, даже родная мама или отец, нуждаются, но стесняются попросить у сына или у дочери. То есть, они испытывают нужду, а стараются своего близкого не беспокоить. И такой человек, вроде бы имеющий даже возможность помочь, к нему, естественно, обращаются самые разные люди. И он может охотно расточать свои материальные средства людям. Нуждаются они по-настоящему или не нуждаются, это отдельная тема. Но вот его самые родные и близкие, которые по-настоящему нуждаются, но стесняются у него попросить. Это, в общем-то, ситуация достаточно хорошо известная. Любая мама старается своего взрослого сына или дочь по пустякам не беспокоить. И вот мама не беспокоит, испытывает настоящую нужду. Может быть, ей нужно на лекарства, но она сына не беспокоит. А сын, думая, что раз, ну, мама меня не просит, значит, ей ничего не надо. К нему могут подходить посторонние люди. Вот помоги, там, горячий тур, надо в Таиланд поехать куда-нибудь с любовницей, пока жена не знает, например, на две недели. Вот помоги. Он помогает одному, второму, третьему. А его мама испытывает нужду. Поэтому здесь действительно надо просить у Бога вразумление и стараться быть более внимательным и рассудительным. Посмотреть сначала, а твои близкие и родные не испытывают ли нужду. Даже святой апостол Павел в одном из своих посланий говорит, «Кто о своих и наипаче близких по вере не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть быть повнимательнее, посмотреть. И даже вот народная мудрость, вот одна из пословиц нашего благочестивого христианского народа говорила, «Не смотри в ряду, а посмотри в роду». В ряду, то есть вот стоящий, допустим, просящий где-нибудь милостыни. А посмотри в своем роду. Может быть, из твоих родных и близких кто-то действительно нуждается. Прояви к ним внимание. А бывает, смотрите, дорогие мои друзья, совершенно противоположная крайность. Полностью ситуация противоположная той, которую я только что изложил. Человек все имеет, имеет, по крайней мере, возможность поделиться своими материальными средствами и помогает только своим родным и близким, которые, например, не нуждаются ни в чем. Но у такого человека невозможно и чего попросить. Подлинно нуждающиеся люди, люди посторонние. Кто-то может попросить на лечение ребенку или по какой-то действительно серьезной нужде. А человек рассуждает, зачем я буду помогать посторонним, когда я буду помогать только своим родным. Вот смотрите, ситуация совершенно противоположная. Поэтому надо, если мы хотим, чтобы наша добродетель была угодна Богу, чтобы наша добродетель, наши благие дела действительно нас к Богу приближали, стараться ко всему подходить с рассуждением. О том, насколько милостыня важна, насколько она может человеку помочь, исправиться, даже бороться с очень большими страстями, есть очень назидательный пример из Древнего Патерика, когда к преподобному Аве Пимену Великому, это один из выдающихся подвижников веры, живший на рубеже V, начала VI веков, пришел пресвитер Тимофей и говорит, в Александрии живет женщина-блудница, которая ведет распутную жизнь, но много дает милостыню. Богомудрый старец, преподобный Пимен, говорит, она не будет пребывать в блуде. Через несколько дней приходит пожилая мама пресвитера Тимофея и вновь напоминает ему об этой женщине. Говорит, эта женщина еще больше предается блудодеянию, но еще больше расточает милостыню. И опять преподобный Пимен Великий сказал, она не пребудет в этом пороке. Третий раз приходит мама пресвитера Тимофея и вместе с ним вновь говорит преподобному Пимену Великому, вот я, когда шла в пустыню, та женщина-блудница просила, чтобы взять ее с собой, чтобы, Авва, попросить твоих святых молитв. Тогда преподобный Пимен Великий говорит пресвитеру Тимофею, одному из своих учеников, пойди ты встречся с ней и поговори. Он поговорил с ней, и его простые слова, призывы к покаянию, полностью перевернули ее сердце. Она ушла в пустыню, раздала перед этим все, что имела, и закончила свою жизнь подвижнически в одном из монастырей. И святитель Иоанн Златоуст немало обращал внимания в своих проповедях о том, что именно добродетель милосердия очень помогает страждущим от плотской страсти. И не только от плотской, но и от других страстей. В частности, в жизнеописании святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, который как раз вошел в историю, как патриарх, который прославился этой великой добродетелью. Под его управлением находился епископ Троил, а епископ Троил страдал страстью сребролюбия. И вот однажды вместе с патриархом епископ Троил посетил одно место, где находилось много страждущих и болящих. Зная, что епископ Троил недугует страстью сребролюбия, мудрый святитель Иоанн Милостивый говорит ему, «Владыко святый, здесь много нуждающихся и болящих. Ты имеешь возможность благотворить им и тем приобрести себе Царствие Небесное». Хотя епископ Троил страдал сребролюбием, но тут, если сам патриарх ему говорит, и тем более показывает пример, ему стало неудобно, он достал злотницы и начал щедро раздавать нуждающимся. Но когда вернулся в свою келью, начал, как это и следовало ожидать, очень тосковать и печалиться о розданных злотницах. Узнал об этом святитель Иоанн, приглашает его и говорит, «Владыко, не печалься. Если хочешь, дай расписку, что все, что ты отдал в Царстве Божьем будет мое, а я верну тебе все, что ты отдал». Епископ Троил с радостью воспринял эту весть, получил обратно деньги у святителя Иоанна. И в эту ночь, опять-таки, такие моменты происходят по молитвам угодников Божьих, по молитвам святителя Иоанна Милостива. В эту ночь епископу Троилу такое видение представляется. Он видит прекрасный сад, великолепные дворцы, сияющие таким незреченным светом, который невозможно даже эту радость описать. И видит великолепный дворец, на котором написано, «Это вечное жилище епископа Троила». Он возрадовался, его сердце возликовало, и вдруг он видит, как подходят двое светлых мужей, то есть ангелы, и снимают вот эту надпись, где написано, что дом сей принадлежит, вечное наследие епископу Троилу. И пишут по-другому. «Этот дом – вечное наследие патриарха Иоанна Александрийского». Со скорбью, с ужасом, с трепетом проснулся епископ Троилу и понял, чего он лишился. И после этого, конечно, изменил свою жизнь. Вот смотрите, эти хотя бы два примера из Житии Святых говорят нам, дорогие друзья, насколько важно творить дело милосердия и как важно творить дело милосердия с рассуждением. То, о чем было немножко сказано выше, дорогие друзья, на это обратите внимание. В первую очередь посмотрите, нет ли кого-то из ваших родных и близких, которые по-настоящему нуждаются. И если у вас есть возможность, подчеркиваю это слово, если есть возможность, возможность есть не у всех, тем более в наше время, то постарайтесь помочь тем, кто действительно нуждается из ваших близких. Если же ваши близкие, в общем-то, ни в чем не нуждаются, а к вам обращаются люди, нуждающиеся в чем-то, то проявите к ним милосердие, потому что милосердие приближает вашу душу к Богу. Милосердие – это царица добродетелей. Будем стараться, дорогие друзья, упражняться в этой добродетели, чтобы наследовать вечную блаженную жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!